Здравствуйте! Это новости Татарстана. В студии Елена Зинатулина. И вот о чем сегодня в выпуске. Жесткий разговор. По строителям, по атолеям, в Минздраве вы плохо работаете. За что Рустам Миниханов раскритиковал министерство и ведомство, расскажет. Рамиль Галиулян. Не жилья, не денег. Хотел на последнюю жизнь пожить, чтобы я никому не мешал, и мне тоже. Почему обманутые люди лишились не только финансов, но и статуса дольщиков, расскажет Иван Сарафанов. 50 на 50. Дорога не чистит, не убирает, не пройти, не проехать. Почему в Казани чистят тротуары, но не очищают дворы, выяснял Рамиль Шайдулин. Тротуары почистили, про дворы забыли. Казанцы продолжают тонуть в сугробах после снегопада. В выходные выпало две трети месячной нормы осадков. Но уже в понедельник в мэрии заявили, что очищено почти 90% пешеходных дорожек в дворах. Однако многие горожане говорят об обратном. Кому-то во двор техника до сих пор не заехала и, видимо, даже не собирается. Жалобы на неочищенные дворы и в народном контроле. За окном уже новая метель, а город еще не справился с последствиями предыдущей. Почему? Есть ли пути решения проблемы, выяснял Рамиль Шайдулин. Под ногами свежий снег, хотя тропинка должна быть вычищенной. Жители домов по Адаратскому до сих пор идут по сугробам. Очень плохо. Тротуары убирают, а дороги вообще не чистят. Раньше хоть трактор каждый день ходил, вот здесь прочищал. Мы выкидывали лопатами, сами жители. Выкидывали лопатами снег, он проходил, прочищал. А нынче один раз помог. За всю зиму? За всю зиму. По словам местных жителей, в управляющей компании на их жалобу заявили, трактор сломался, починить пока не могут. Жильцы считают, что за те деньги, которые они платят, дорога должна быть расчищена. За этот месяц 9 тысяч платили за квартплату. Эти деньги куда уходят вообще-то? Дорога не чистит, не убирает, не пройти, не проехает. Вот клинику не пройти, вот магазин не пройти. А как дальше жить? Кто знает? Кто от виды знает? Все это последствия снегопада, который прошел в выходные. За два дня выпало две трети месячной нормы осадков. Но уже на деловом понедельнике в мэрии заявили, 90% пешеходных дорожек во дворах очищены. У казанцев иное мнение. Посмотрите, вот проедите вы по Батышину, в 39-м доме. Там тротуар, сейчас был тротуар, сейчас его засыпало, его нет. Понемножку видно, что убирает. Так, ну, конечно, трудновато здесь все проехать, а так все устраивает. А вот такая картина в одном из дворов на Бондаренко. Он буквально завален снегом от транспортного коллапса. Пожалуй, спасает лишь то, что машины сами, заезжая и выезжая, освежают уже имеющееся колею. Но видно, что уборочная техника сюда еще не заходила. Чего не скажешь о тротуарах. Их действительно чистили. Почему же остальные сугробы до сих пор не убраны, об этом мы спросили в местном ТСЖ. Ждем технику. А техника кто город выделяет? Нет, мы заказываем через организацию. По договору оплачиваем. Пока они добро нам не дают. Говорят, мы заняты на уборке города. Сидят семь человек, а своей техники нет. Оказалось, уборкой дворов занимаются частные компании. И с ними не заключают долгосрочных контрактов. Это невыгодно. Проще услуги оплачивать по факту. Но в этой ситуации подрядчики могут переключиться и на более выгодное предложение. Эксперты считают, именно в этом одна из главных причин неубранных дворов. Для того, чтобы привлечь подрядную грязанскую ответственность, нужно иметь договор. А раз нет договора, как мы можем их привлечь? Никак. Решение, считает Геннадий Сомов, тут может быть одно. Свой парк техники у каждой управляющей компании. Если я управляю компанией, у меня должно быть все. Должно быть инженерка должна быть, техническая адр, быть техника. И в любое время, там снег, дождь, неважно, что случилось, выгонять технику на уборку территории. По уборке на улице Адарацкого мы обратились в администрацию Новосавиновского района. И техника, и люди нашлись. Но сделать репортаж из 6 тысяч казанских дворов не представляется возможным. Вместо квартир в 16-этажном доме 16 лет судов. В такой ситуации оказались 32 дольщика. Еще в 2006 году они вложили деньги в долевое строительство в военном городке. Однако стройка не пошла дальше фундамента. Застройщик поменялся, работа встала, новая компания обанкротилась. Как случилось так, что люди с договорами на руках потеряли и статус дольщика, разбирался Иван Сарафанов. Я сама еще тогда поздоровше была. Я ходила на это поле и смотрела, и никакого строительства не было. Галине Терентьевой 82 года. В 2006 вложила деньги в долевое строительство дома в 33-м военном городке в Приволжском районе Казани. Всю жизнь жила на зарплату врача. Сейчас получает пенсию. Чтобы накопить, первоначальный взнос откладывала десятилетиями. В итоге ни денег, ни квартиры. Одно время мы хотели даже забрать деньги вложенные. Но они говорили, что будут строить. Но вот уже много лет нам ничего не построили. Как рассказывают дольщики, на территории военного городка должны были построить пять многоквартирных домов. Первые два возвела компания Инфотраст. Затем застройщик передал права организации ВЕХА. Тут выяснилось, земельный участок принадлежит Минобороны. И права устанавливающих документов на строительство у ВЕХА нет, рассказывает юрист дольщиков. Тогда работы на объекте прекратили на стадии фундамента. Министерство обороны предоставляло земельный участок, в связи с чем должно было получить 10% квартир от каждого дома. После сдачи первого дома Министерство обороны квартиры не получило. Эти квартиры были проданы. И Министерство обороны вместо того, чтобы забирать уже квартиры непосредственно с последующих домов, просто признал незаконным соглашение о выделении земельного участка. ВЕХА объявила себя банкротом. Дольщики тогда решили вернуть свои вложенные деньги. Они стали обращаться в суды для аннулирования договоров долевого строительства. Тем самым потеряли статус дольщиков. Как выяснилось позже, лишились и возможности обратиться в фонд поддержки обманутых дольщиков. Фирма очень хитро поступила. Здесь она переехала в Москву отсюда и сейчас находится якобы в Москве. На самом деле там ничего нету. Директор фирмы там такой Макаренко. С нами на связь он не выходит и слышать нас не желает. Мы попытались связаться с руководителем фирмы ВЕХА. Однако Виктор Макаренко сослался на отсутствие времени для общения с нами. Обращались ли как бы жители к вам за финансами, возвращением денег? У вас есть какая-то старая информация. Давайте я через часик вам беру, пожалуйста. Но Виктор Макаренко так и не перезвонил. Уже 16 лет, как жизнь 32-х татарстанцев превратилась в сплошные судебные процессы. Обращались в различные инстанции, но результата нет. К нам по этому объекту постоянно поступают обращения от пострадавших граждан. Однако в настоящее время возможности ограничены в связи с тем, что объект не включен в единый реестр проблемных объектов. Если указан объект будет включен в единый реестр, тогда у государства будет полномочия для оказания поддержки указанной категории дольщиков. Это может быть дострой, это может быть представление других квартир, выплаты компенсации. У нас сейчас получается с вами идет очередной судебный процесс. Нашелся один единственный дольщик Николай Ермохин, который не аннулировал договор в попытке получить денежную компенсацию от застройщика. Хотел на последнюю жизнь пожить, чтобы я никому не мешал, и мне тоже. Вот дожился. На основании того, что было признано право требования на живое помещение, в Росреестре не было, скажем так, оснований, чтобы отказывать в проведении уже регистрации данного договора. Но по данному поводу, как вот я тоже с вами клиентом объяснил, сейчас у нас в данном случае еще идут суды. Благодаря Николаю Ермохину у остальных уже не дольщиков появилась надежда на положительный исход. Суд обязал Управление Росреестра внести объект в реестр проблемных. Однако ведомство решение оспаривает, сославшись на то, что им не предоставили весь пакет документов. Иван Сарафанов, Адель Миндубаев, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Один случай смерти от коронавируса зарегистрирован сегодня в Татарстане. Последний летальный исход был зафиксирован две недели назад, 30 ноября. За сутки в республике диагноз ковид поставили 98 пациентам, 26 из них госпитализированы. За минувшую неделю в Татарстане число заболеваний ОРВИ и гриппом выросло на 39%. Суммарно это более 28 тысяч случаев. Такие данные привел Роспотребнадзор. И здесь разъяснили, как отличить грипп от ОРВИ. Итак, грипп начинается с резкого подъема температуры, с сухим кашлем и першением в горле. И сопровождается ознобом, болями в мышцах, головной болью. Спустя три дня после снижения температуры начинается насморк. ОРВИ же начинается с насморка, чихания и заложенности носа. Температура, как правило, нормальная. Главное, боль и недомогание выражены слабо. Для профилактики рекомендуют избегать людных мест, надевать медицинскую маску, регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещение. Есть больше продуктов, содержащих витамин С, а также чеснок и лук. Если в семье или в рабочем коллективе кто-то заболел, нужно начать прием противовирусных препаратов. Бизнес не может получить разрешение на строительство. Подключение объектов к коммуникациям затягивается до 70 дней. А инвесторы не могут приступить к реализации своих программ из-за бюрократических проволочек. Сегодня Рустам Мениханов жестко раскритиковал работу разных ведомств в части повышения инвестиционной привлекательности. В Доме правительства обсудили результаты Татарстана в национальном рейтинге инвест-климата в субъектах страны. По итогам года республика занимает второе место, уступая лишь Москве. Но по ряду критериев есть серьезное отставание. Разбор полетов у Рамиль Галиулина. Речь идет об инвестиционном климате в республике. Как сегодня выяснилось, путь инвесторов к реализации своих проектов тернист. По словам Талии Минулиной, органы власти медленно реагируют на согласованные в инвестиционном совете решения. Например, протокол инвестиционного совета от 27 сентября вышел 3 декабря после согласования 17 версий документов с нарушением всех допустимых сроков. И каждый инвестор ждал решения по своему проекту. Так как кадастровые номера и земельные вопросы пересматриваются там десятки раз. Рустам Мениханов отметил, это явное упущение самого агентства инвестиционного развития. Необходим четкий регламент, чтобы подобные документы согласовывались за 10 дней. Накажите, доложите мне. Это же ненормально, если у нас документ 3 месяца, решение принятое. В инвестиционном совете решение принятое. И 3 месяца документ ходит. Развитию бизнеса в республике мешают и долгие процессы по введению объектов в эксплуатацию. Много времени уходит на их подключение к водоотведению и электроснабжению. Как отметили, проведение коммуникации может затянуться до 70 дней. Здесь критику президента вызвала работа Минстроя. С трибуны на место Рустам Мениханов поставил первого заместителя министра Алексея Фролова. Очень длинное взаимодействие между ресурснабжающими организациями и муниципальными органами власти. Если муниципалитет не справляется, заберите на свой уровень. Какой разговор? Но хуже всего в Татарстане дела обстоят с подключением к газу. По срокам и количеству проведения голубого топлива республика в два раза уступает регионам-лидерам. Основное все-таки это сроки оформления документов на местах в муниципалитетах. Там от 7 до 50 дней доходят. Сделайте жесткие регламенты. Ну что вы, люди, мужчинки? При этом четвертый год подряд Татарстан сохраняет второе место в национальном рейтинге состояния инвестклимата. Сейчас главные критерии оценки – это нормативная база, созданная инфраструктура, работа уполномоченных органов по помощи бизнесу и поддержка предпринимательства. Однако опросы показали – не все бизнес-сообщество считает процедуры прозрачными. В целях получения обратной связи от предпринимателей, а также повышения информированности бизнеса в текущем году, ведется работа по созданию на базе интернет-ресурса проверенный бизнес, с единого окна для предпринимателей, предусматривающих возможность взаимодействия предпринимателей с органами контроля по обмену документов в электронной форме. Рустам Миниханов подчеркнул – республика будет стремиться создавать максимально комфортные условия для бизнеса, используя лучшие практики. А пока… Отдельно соберетесь, значит, вот, Рустам Камильович, как вы еще отвечаете, в том числе и курируете, вместе с амминистратором Харча. Давайте, в футбол перестаньте играть и дайте должную оценку, где у нас есть футболисты. Отправим их в Катар, пусть там играет в футбол. Рамиль Галиулин, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Сегодня Рустам Миниханов с рабочим визитом в Москве. И первая мероприятие – знакомство с работой известного российского вуза Национального исследовательского медуниверситета имени Николая Пирогова. Он известен в мире своими инновационными разработками и высоким качеством медицинского образования. О научных связях вуза с Татарстаном в нашем репортаже из федеральной столицы. В истории этого известного университета имени Николая Пирогова впервые руководитель региона сам приезжает познакомиться и посмотреть всю научную базу. Нам это очень приятно. Надеемся, что наше сотрудничество получит дополнительный стимул. Мы хотим показать научные лаборатории и показать, как они увязаны в образовательный процесс. Вузу действительно есть чем гордиться. Современные разработки, которые помогут людям совсем скоро справиться с самыми страшными болезнями. Здесь мы, собственно, одни из разработчиков сейчас принципиально новой терапии для одного из аутимуных заболеваний, болезни Вехтерева, придумали немножко другой способ терапии, носили не использовать для аутимуных заболеваний, которые можно дальше распространить. Основной задачей... Не лечение, а блокирование, да? Нет, именно, что мы не блокирование, а мы научились идентифицировать клетки, которые вызывают болезнь иммунная. И по тому рецептору, который на них сделали, антитела, которые их убивают. И организм они освобождаются, и идет полная ремиссия. Соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и известным исследовательским медицинским вузом страны было подписано буквально в ноябре. Главная цель – тиражировать итоги исследований, инновации, сообща, улучшать подготовку медицинских специалистов. Сейчас я вхожу в учебный центр инновационных медицинских технологий. Здесь будущие хирурги проходят ординатуру, учатся делать операции на специальных тимуляционных аппаратах, и в том числе на животных. В РНИМУ имени Пирогова учатся 120 студентов из Татарстана. Сегодня Рустам Мениханов встретился с ребятами, ответил на их вопросы. Если мы сумеем представить вам хорошие возможности, если наша республика, наша столица будет для вас более комфортной, конечно же, вы вернетесь. Поэтому мы с нетерпением ждем, когда вы приедете. Желательно поработать, если нет, в гости тоже хорошо. Дина Гзалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярошов, Матвей Шенкаренко, ТНБ Москва. Также в Москве Рустам Мениханов принял участие в церемонии вручения премии имени Тихомирова в области промышленного строительства и проектирования. Она прошла на площадке холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Всего экспертный совет рассмотрел 73 заявки из различных регионов страны, и победители определили в шести номинациях. Награда за первое место составила 800 тысяч рублей. В номинации за вклад в проектирование объектов промышленного назначения победителем признан авторский коллектив Казанского гипронии «Авиапрома». Отмечено было строительство лабораторного корпуса прочностных испытаний натурных конструкций. Он используется для создания новых образцов авиационной техники. На церемонии Рустам Мениханов подчеркнул, несмотря на то, что сегодня мы работаем в условиях санкции, ни один из проектов Казанского гипронии «Авиапрома» не заморожен. Строительная промышленность продолжает развиваться. Пример, как надо любить свою профессию, каким надо быть. Вот Борис Иванович был такой человек. Поэтому слава и благодарности всем тем людям, которые придумали вот такую форму. Я считаю, что это очень премия будет вручаться самым заслуженным и успешным людям в строительной отрасли. 3000 татарстанских ребят в этом году отправятся на службу в ряды российской армии в рамках осеннего призыва. Только 10 из них в одной из самых элитных подразделений «Президентский полк страны». Они уже прошли строжайший отбор и сложную подготовку. К призыву в «Президентский полк» почти все готовились несколько лет. Скоро юноши станут визитной карточкой главной достопримечательности нашей страны – Кремля. Подробнее в репортаже Леон Струминской. Эти команды призывники будут выполнять ежедневно весь следующий год. Пристальное внимание к деталям, положению головы, осанке, правильной стойке. Готовятся к службе в одном из самых элитных подразделений – «Президентском полку». Это долг для каждого мужчины. Он защищает свою родину. Нужно быть к этому готовым. Среди призывников ребята из 10 районов республики. Никита Тихонов из набережных Челнов. Служба в сердце нашей страны с детства была не просто мечтой, а целью. К ней парень упорно шел несколько лет. Уже с детства я был нацелен на то, чтобы попасть в элитную часть, в элитные войска. Больше я занимался именно нацелен на спорт и развитие интеллектуальных способностей. «Президентский полк» – уникальная воинская часть. Ее солдаты стоят на главных постах страны – у Кремля, вечного огня в Александровском саду. Они всегда на виду, так как полк – визитная карточка Кремля, Москвы, России. Стать лицом армии может не каждый. Строгие требования – атлетическое телосложение, славянская внешность, никаких татуировок и рост не менее метра 75. Если бы существовало женское подразделение президентского полка, то со своим ростом я бы в него не прошла. С 2010 года в президентском полку отслужили более 350 татарстанцев. Сейчас отправляются еще 10 парней. Вы представляете нашу честь, честь нашей республики, честь ваших городов, поселков, откуда вы призвались. Не забывайте об этом, родители не забывайте, своих родственников, своих невест. Мы будем пристально следить за вашей службой. Позади командное слаживание, тестирование, занятия в сборном пункте. Впереди почетная служба в сердце России. Алена Струминская, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Еду, чтобы ты могла свободно ездить к себе на родину. Так объяснил свое желание пойти добровольцем батальона Алгару Стэмба Таргараев своей жене. Оксана родом из Донбасса. Она видела, что там творится в 2014 году и переехала в Казань к родственникам. Мы начинаем знакомить вас не только с семьями участников специальной военной операции, но и с самими военнослужащими. Мы встретились с Оксаной в Казани и с ее мужем Рустемом на передовой. Сейчас бойцы батальона Алга ненадолго отошли от передовой, чтобы доукомплектоваться техникой. Рустем не вдается в подробности того, что было там. Два месяца в окопе прожили. Нормально, на природе. Шесть лет назад познакомился с Оксаной. Она в 2014-м была вынуждена покинуть родину. Ее корни из Татарстана, родители отца отсюда. Она родилась там, на Донбассе. Как только началась специальная военная операция, каждый день следили за ходом событий. И это, говорят, стало толчком. Как тут все началось, она прям не отлепала от экрана. Я не знаю, я то ли заревновал, то ли что. И я говорю, я поехал, короче. За мной будешь следить. Я испугалась, естественно. Я не хотела его отпускать, потому что я знаю, что это такое. Я 14-й год там была. Но он все равно сказал, я мужчина. Я мужчина, ты должна уважать мой выбор. Он говорил, я хочу, чтобы ты свободно ездила на свою родину. Как бы ребятам помочь. Говорит, ну не справляется они там, надо помочь. Над диваном висит карта, смотрит, как же далеко сейчас глава семьи. Оксана с пятилетним сыном, конечно, терпеливо ждут возвращения Рустема, не сомневаясь в том, что он сделал все правильно. Стараемся держаться. Конечно, как сказать, тяжело без мужа, без папы, скажем так. Допустим, горку делали во дворе. Мама не может делать горку. Рафаэльчик такой расстроился, говорит, ну ладно, подождем папу. Я с Донбасса, да, и я понимаю, что если это произойдет, и он понимает, что это произойдет здесь, да, и придет уже сюда в дом к нам постучаться, то это уже, ну, будет поздно. Поэтому лучше остановить все там. Мы победим за стойкость, потому что пацаны у нас верят, все верят, что, ну, других вариантов нет у нас. Мой папа – герой, я тебя люблю. Люблю. Зуфар Довлетчин, Андрей Ключников, Эмиль Бегов, Фероника Гаянудинова, Алмаз Зядинов, ТНВ. Заблудился и стал дезертиром. В Казани завели дело на забытого на полигоне мобилизованного. Подробностями любопытной истории сегодня делится интернет-газета «Реальное время». Строительство этиленового комплекса ЭП-600 на Нижнекамском предприятии «Сибур» завершено на 37%. После ухода турецкого застройщика на стройплощадку привлекли 16 российских подрядных организаций. Реализуемый на Нижнекамск нефтехиме проект является частью стратегии развития нефтегазохимического комплекса России. Как идет строительство, увидела Гульнар Мениханова. Технологические линии комплекса спроектированы по современной технологии. Новый комплекс значительно увеличит производство этилена в стране, что позволит снизить импорт. Директор комплекса Ленар Нагимулин рассказывает, что прогресс проекта достиг 70%. Здесь будут выпускать этилен, пропилен, бутадиен и бензол. Сырьем для нового комплекса будет прямогонный бензин, который будет поставляться с двух нефтеперерабатывающих заводов, размещенных в непосредственной близости до комплексы Таиф-НК и Танека. Общая мощность комплекса по сырью составляет 1 миллион 800 тысяч тонн в год. Выпускаемые продукты будут применяться на производствах Нижнекамского предприятия Сибора. Их используют в качестве исходного сырья для выпуска товара повседневной жизни, автомобильной, сельскохозяйственной и строительной отраслях. Задействованы 16 подрядных организаций, из которых 10 организаций зарегистрированы в Республике Татарстан. На сегодняшний день прогресс по проектированию 99% вставляет, по поставке оборудования и материалов 94,6%. В составе комплекса будут действовать современные локальные очистные сооружения и замкнутая система водооборота. Это исключит образование сочных вод и устранит негативное воздействие на экологию. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. На этом пока все. Всего доброго и до встречи в следующих выпусках новостей. А снег не знал и падал, земля была прекрасно прекрасна и чиста. Здравствуйте. В Республике сохраняется умеренно морозная погода без существенных осадков. Данил Мастер поздравляет всех жителей Республики с наступающим Новым Годом и дарит скидку 20% на заказ любой корпусной мебели. Акция действительно до конца декабря. Подробности по телефону 2-167-166. Итак, по данным сервиса Яндекс.Погода, в четверг в угольме Баблах-Ознакаево будет снежно ночью до 10 градусов мороза, днем минус 7. В набережных Челнах Нижнекамские Елабуги обещают пройти снег. В ночное время суток ожидается до 7 градусов мороза, днем около 6 градусов ниже 0. В Агрызе Меделевский Актаныши возможен небольшой снег в дневное время около 7 градусов мороза, к вечеру до минус 10. Небольшой снег ночью и утром ожидается в Арске, Кубмаре, Бутасе. Ночью до 7 градусов со знаком минус, а днем около 5 градусов ниже 0. В Болгаре Дрыжаново-Буинске также прогнозируются осадки в виде снега, днем ожидается около 5 градусов со знаком минус, а вечером до 6 градусов мороза. В Альметьевске чисто полема Мадыши облачно и снежно, ночью 7 градусов со знаком минус, днем 5 градусов мороза. В пятницу прогнозируют снежную погоду, температура в целом станет теплее. Банк Аверс рад поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. Пусть он окутает вас любовью, заботой и добром. Подарит самые чудесные мгновения, хорошие новости и яркие события. Берегите себя и своих близких. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. В столице республики облачно, ночью небольшой снег и около 5 градусов мороза. А днем около 7 градусов ниже нуля. Ветер юго-западный, умеренный, атмосферное давление 762 мм рт. ст. Влажность воздуха 87%, магнитное поле земли спокойное. На дорогах снежные заносы, местами гололедится. Зима – время строить планы и видеть перспективы. А иногда находить время на отдых и поспать под снежным покровом и под другими одеялами. В студии был Илья Андреев. Я желаю вам солнечного настроения при любой погоде. Делитесь душевным теплом с любимыми. Здоровья вам и сил.